К нашему эфиру присоединился Юрий Белоус, адвокат, который занимается сбором доказательств военных преступлений России против Украины. Юрий, рады приветствовать вас. Доброе утро. Доброе утро, Каролина. Доброе утро, студия. Вот, кроме того, что Северная Корея, Иран внесены в черный список ФАТФ, эти страны еще также вели определенное сотрудничество с Россией, получали поддержку от нее, и сейчас наоборот. И Россия, мне кажется, должна логически как-то дополнить этот черный список ФАТФ, потому что компания там собралась как раз-таки та, с которой Россия сейчас и устанавливает одни из самых прочных связей. И вот скажите, насколько близки мы к тому, чтобы и мир, в принципе, это понял, и мир был готов к такому шагу по отношению к России? Я думаю, что в целом мы находимся на пути к тому, чтобы мир все больше и больше осознавал и мирился с реальностью того, что Россию можно и нужно называть как минимум государством, спонсирующим терроризм. Потому что мы часто употребляем это слово террор, терроризм и такого четкого единого определения в мире того, что такое терроризм, нет. Но мы можем брать за основу то, которое широко применяется и то, которое всем понятно. Терроризм, террор – это насилие в отношении гражданских людей для того, чтобы достигать политические цели. Это то, что мы видим в нашей стране, потому что правила войны идут в одной стороне, а насилие идет помимо военных против гражданского населения, прямо и конкретно это и ракетные удары, это и Каховский агент, это и Буча, Мариуполь, Харьковщина, Херсонщина. И, конечно, все те действия России, которые они совершают здесь, в нашей стране, с 24.02 преимущественно по большей части 2022 года, они отвечают этому критерию, этому термину того, что является терроризмом, что является террором. Поэтому настало время и пора этому давать пропорциональные ответы в самых разных плоскостях. Потому что то, что мы видим сегодня, они игнорируют решение международного суда ООН, игнорируют решение Европейского суда по правам человека, я имею Россию, игнорируют такую очень серьезную, мощную резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, где 140 краин, государств осудили российскую агрессию. Но нужно находить возможности и находить те места, эти точки, в которых отвечать России на те вызовы, которые она бросает современному миру. И вот то, что озвучил министр Марченко, и то, что говорят там конгрессмены в США, опять на повестку дня выходит вопрос того, чтобы признать Россию государством спонсором терроризма. Это сегодня более чем актуально. И я так понимаю, что все это идет такой в одной обойме. То, что мы говорим об этой организации, международной группе, по противодействию отмыванию грязных денег, ФАТФ, о которой говорил министр Сергей Марченко. И то, что происходит в США, в принципе, я думаю, что мы все тут в одной упряжке идем. Еще была резолюция, по-моему, Европарламента о том, что да, Россия государство спонсор терроризма. А мы вполне можем сказать, что Россия не просто спонсор терроризма, хотя и это тоже есть, и точно есть. Но Россия само, как государство, через свои конкретно органы, государственные институции, министерства обороны, специальные службы, она именно применяет методы, которые являются террористическими. И поэтому на это нужно и пора давать ответ. И, кстати, вот, когда мы говорим про американцев, о том, что, ну вот, все это подводится к тому, чтобы американцы признали Россию государством спонсором терроризма, и она дополнила славную кампанию из Ирана, Кубы, Сирии и Северной Кореи, сейчас там четыре страны в этом списке, то нужно тоже помнить, что и в Америке тоже не все так однозначно в отношении этого термина. Потому что они считают, что таким образом любая какая-то возможность, любой путь к переговорам с Российской Федерацией об окончании войны будет закрыт. Это их первый контраргумент. Второй контраргумент американцев по поводу того, чтобы не признавать Россию государством спонсором терроризма, это то, что, знаете, санкции уже достаточно, говорят они. И вот то, что этот же статус, он подразумевает санкции. Они говорят, ну вот уже достаточно, беспрецедентные санкции, и ну что мы нового получим, кроме того, что, ну вот просто закроем двери и просто усугубим ситуацию. Вот такие тоже мнения есть, и я не знаю, что должно еще происходить, какое еще какое-то событие фокусирующее, почему Каховская ГЭС недостаточно, почему ракетных обстрелов, когда мы в центре Европы и ходим под ракетами через день, каждый день, без света, без воды, без тепла. Вот что должно еще для мира произойти, чтобы он, в конце концов, взял и четко, и твердо, и поскорее, побыстрее ответил на то, что творит Россия. Юрий, смотрите, вот Блумберг сообщает о том, что Россия уже обратилась с определенными документами по своим каналам и предупредила ряд стран, которые и входят в эту группу ФАТФ, стран, которые разрабатывают методы, противодействующие отмыванию денег. Ну, в целом, да, бороться с черным намналом и безналом. Да, вот так вот создавалась эта группа. И вот Россия там предупредила, Турция есть в списке, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, по-моему, Саудовская Аравия, Турция, соответственно. Но вот что вот не надо этого делать, потому что вот, ну, будут определенные последствия. Да, вот, ну, понятно, что они угрожают, что будет сложнее вести бизнес и так далее, и так далее, но все же. Юрий, ну, меня, знаете, к вам вопрос, как к специалисту юриспруденции, да. Вот скажите, вот, если Путин и в целом режим, да, ему по боку все международные организации, он сам себе такой мачо, да, то что же они так боятся-то, а? Что же они воют и говорят, не вводите, и предупреждают, угрожают? Ну, что же бояться, если ты вот такой же сам себе? Тебе ничто не указ, ни международный суд ООН, ни международный криминальный суд, ни даже тот же Европейский суд по правам человека. Ну, это ж русский, это ж Россия, это ж типичный подход. Я не знаю, то, что они говорят, то, что действительно внутри у них голове там и внутри их происходит, это, я думаю, очень часто диаметрально противоположные вещи. Какой русский не будет себя бить в грудь и кричать, что да мне все плевать, я тут всех разгоню, ну, это такая культура, это такой какой-то внутренний код восприятия себя в реальности и вообще реальности в целом и окружающего мира, и места вне России, и всего остального. Конечно, их это заботит, потому что это удар по деньгам. Война – это деньги. Сколько бы у них там старых танков, каких-то несчастных не было, и народа, который готов склонить голову и выполнять все требования власти, идти шагать на какую-то непонятную для них войну, все равно им нужны деньги для того, чтобы этот народ хоть как-то кормить, для того, чтобы эту войну хоть как-то финансировать и оставаться хоть каким-то влиятельным игроком хотя бы на каких-то полях. Поэтому их это заботит, их это волнует. И вы привели пример того, что они обращаются к государствам, которые в этой организации находятся по противодействию отмыванию грязных денег. Такая же ситуация была прошлым летом, когда, помните, поднялся вопрос о признании России государством спонсором терроризма. И вот конгрессмены говорили, нужно, нужно, нужно. У нас есть группа Макфола, Ермака, там очень классное обоснование, почему это нужно сделать, почему это можно сделать, как можно смягчить последствия признания России спонсором терроризма. И там тоже был сигнал, прямо это публично было от Министерства иностранных дел России. Они говорили, что если это произойдет, то будут такие-то, такие-то последствия, то вот, мол, будет так-то и так-то. Поэтому я думаю, что это, в принципе, где-то по инерции может идти такая вещь, что вот нужно отвечать. То есть бюрократическая система заточена у них на определенный вид действий, да, и она как-то работает. И поэтому, ну, вот так они отвечают, как говорится, гавкают во все стороны. И это так положено. А с другой стороны, это, безусловно, им грозит, и они пытаются всячески огрызаться и отбиваться. Но просто в любом случае здесь всегда вопрос. Вот признание России государством спонсором терроризма. Поставки оружия какого-то более серьезного нам в отношении войны нашей, год-полтора последний, вот мы видим всегда на увеличение, на увеличение, что до самолетов дошли. Это всегда вопрос вот или-или. Это вот или такой подход, как бы, очень такой денежный, скажем так, очень такой реал-политик, как его называют, или вопрос ценностный, да. То есть всегда здесь нужно делать выбор. Поэтому вот эта война и все эти действия России, я думаю, что они очень многое делают именно целенаправленно, в части атак на гражданских, атак на гражданскую инфраструктуру. Они показывают постоянно всему миру, особенно европейцам тем же, смотрите, какие мы ужасные, смотрите, какие мы страшные. Им очень важно быть страшными, ужасными россиянам и теми, которых боятся. И скрывать тем самым, за вот этим всем, то, что они на самом деле жалкие, трусливые и слабые. И поэтому они вот это вперед-вперед, это такая вот, кто кого перетянет этот канат. И у них-то ведь все получалось, ну, два десятилетия-то при Путине, но по большому-то счету все получалось. Поэтому у него в голове ясный вопрос у Путина, а чего не получится сейчас. А если вы посмотрите его встречу с этими военкорами, там несколько дней назад, и послушать, что он там рассказывает по поводу Украины, по поводу нашей территории, и откидывает его на 350 лет назад, то нужно понимать, что, как бы, они будут продолжать... Да, в какой реальности он живет. Пока это все при памяти. Юрий, смотри, пока у нас есть время, смотрите, далее продолжение этой истории. Да, говорили о том, что Кремль практически, да, не просто предупреждает, он шантажирует Мексику, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран последствиями включения России в черный список ФАТФ. Да, она усилила лоббистскую кампанию во избежание новых финансовых ограничений. И за последние две недели РФ обратилась в более чем полдюжины государств. Об этом сообщает тот же Бломбер. И как угрозу Россия использует возможные негативные последствия для торговых связей. В частности, это расторжение инвестиционных соглашений, прекращение сотрудничества в оборонных и энергетических проектах. Об этом говорится в документах, с которыми я ознакомилась с агентством. Расчеты, которые привели в обращениях к официальным лицам Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, свидетельствуют, что каждый из этих стран, российские экономисты, прогнозируют потери почти одного процента их валового внутреннего продукта в виде утраченной торговли и инвестиций. Слышим цитату и продолжим эту тему. Интенсивность усилий Кремля подчеркивает риски, с которыми столкнется правительство президента Путина в случае внесения РФ в черный список ФАТФ. Хотя США и их союзники уже ввели беспрецедентные санкции в отношении России из-за войны, Кремлю до сих пор удавалось смягчить часть удара по своей экономике, укрепляя связи с такими странами, как Китай и Индия, странами Персидского залива и другими государствами глобального юга. Москва также пыталась обойти некоторые ограничения, импортируя запрещенные технологии через третьи страны. Такие операции могут усложниться, если эти юрисдикции ведут усиленные меры надлежащей проверки по решению ФАТФ. Из статьи Bloomberg. Юрий, но тут ведь справедливо и важно заметить, что как минимум Объединенные Арабские Эмираты и Турция находятся в сером списке ФАТФ. И скажите ваше мнение, ваша профессиональная точка зрения, если они вдруг поддержат Россию каким-то образом, не ускубит ли это их ситуацию в будущем? Не поддержат именно в этом голосовании, вы имеете в виду, по принятию решения здесь. Ну, вполне возможно, потому что зависит тоже от судьбы России, потому что Россия ищет таких же, как и выгодно, и понятнее находить общий язык с такими странами, которые, ну, вот как бы очень близки по духу и по пониманию реальности, и по ситуации на карте мира, и в тех или иных направлениях. Поэтому им выгоднее, конечно, и удобнее, и понятнее находить с такими странами общий язык. Это, по-моему, это очевидно. Но, опять же таки, вот все мы эти заявления, то, что слышим, и то, что Россия продолжает шантаж, продолжает там давить, и угрожает там потере валового внутреннего продукта процентами какими-то. То есть просто когда мы об этом говорим, и когда представители нашего государства говорят об этом с другими министрами, там тот же Марченко будет говорить, я уверен, что он так и скажет, что, смотрите, на одной чаше весов Россия говорит, мы будем продолжать убивать украинских людей, а если вы как-то хотите этому мешать, ну, вот, ваш результат, это вы потеряете какой-то процент денег. Я думаю, этот конфликт, он-то, наша война вся, она идет вот между этими вот за и против для каждой страны или для групп стран. В каждом конечном голосовании, в каждом конечном каком-то разговоре, дискуссии при принятии решения однозначно эти вопросы, простите, а так или иначе становятся. На одной чаше весов это Украина, наша жизнь, жизни наших людей, наша инфраструктура, наша вообще сегодня Скаховская ГЭС, это окружающая среда, потому что там вчера министр, вернее, Ляшко, Виктор Ляшко говорил о уже ужасающих последствиях и превышении там многих показателей в Речках и в Черном море. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, что кто-то что-то потеряет чисто в финансовом и чисто в денежном плане. Вот вокруг этого здесь все и происходит. Юрий, спасибо вам большое за разговор. Но будем смотреть и будем ожидать решения на уровне ЮФАТФ. Юрий Шулипа, директор Международной ассоциации, ой, извините, Юрий Белоус, адвокат, который занимается сбором доказательств военных преступлений РФ против Украины. Видите, вот. А я Юрий тоже, знаете, вот как закрутилось немножко. Да, спасибо вам большое. Да, ждем еще, потому что вы, как всегда, четко и с расстановкой. В частности, тех вещей, которые должны работать в отношении России, в отношении санкций и в определении места, которое Российская Федерация в нынешнем своем, знаете, вот состоянии должна занимать. Там не только серые, там черные списки должны быть на первом месте.